и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры в данном видео мы с вами продолжим говорить на международную тему которую я поднял в одном из своих предыдущих видеороликов который назывался важно медиа германии против азербайджана вслед цру и агент цру маргарита симоньян но раз мы уже так или иначе поднимали такую тему как сми европы давайте с вами эту тему некоторое время продолжим а потом перейдем к более глобальным событиям в международной политики конечно же по любому так или иначе связанными с интересами азербайджана а какой же стране пойдет речь ос а если бы точнее о сми какой страны в европе пойдет речь речь пойдет об италии да дорогие друзья итальянский портал разоблачил политическую игру армении по дискредитации азербайджана они выпустили глобальную можно сказать обширнейшую статью в которой разобрались с каждым ложным тезисом которая армянство распространяла по территории всего мира в частности в европе ссылаясь на неких в кавычках журналистов из в частности такой международной информационной организации как бибиси данной статье была прикреплена ссылка тире первоисточник на тот самый итальянский портал и как всегда для того чтобы убедиться в правоте всего того что изложено основной статье которую мне прислали я конечно же не поленился и перешел по ссылке на тот самый итальянский портал лес пессора точка ком статья даже оказалась более обширной чем те отдельные фрагменты которые были напечатаны в азербайджан на азербайджанском сайте как вы видите данная статья прежде всего начинается с полностью уничтоженного стертого с лица земли акдама итальянцы прекрасно знающий что такое фашизм и перенесшие эту заразу на себе прекрасно осознают видя данные руины истинное положение ситуации с армянским политическим и около политическим эстеблишментом он заражен он заражен человеконенавистничеством я не говорю азербайджанофобии это даже не азербайджанофобия это именно человеконенавистничество город стерт он просто стерт и 30 лет он оставался таковым его не старались восстановить даже маломальский хотя бы отдельные здания нет его оставили таким каким его захватили а затем разрушили и после разрушения его не трогали интересно что касается итальянского медиапространства и такого раздела как итальянские сми в интернете я могу только поблагодарить их за правду я приблизительно крайне приблизительно могу представить под каким ужасным нажимом сейчас находятся те самые сми в европе которые пишут правду я представляю как армянские радикалы через своих купленных так называемых в кавычках политиков европы выдавливают те сми которые позволяют писать что-то против армянской лжи в связи с этим каждая статья в которой пишется правда и обличается та ложь которую распространяет армянство на вес золота большое вам спасибо и низкий поклон из азербайджана но давайте пойдемте дальше сейчас некоторое время несмотря на то что данное видео посвящено в общем то международной ситуации я вынужден уделить внимание исходящий именно из армении так называемом так называемом жалобном письме в юнеско о том чтобы юнеско безотлагательно стало защищать от азербайджана уничтожение армянского наследия почему что же меня задело почему я решил уделить данной статье свое внимание ну прежде всего обратите внимание на те три церкви которые указаны в качестве примера к и приложены в качестве примера к письму мы видим церковь так называемую церковь в джабраиловском районе но в джабраиле никогда не жили армяне так при чем же здесь армянское наследие если церковь стояла при военной базе две ты и была поставлена в 2017 году при чем здесь наследие и церковь ли это была тоже вопрос большой учитывая что там не жили армяне я подчеркиваю вы узнаете вот эту церквушку так называемую потом вторая церковь это бывший православный храм удинский храм все вместе они обозначают что все эти три церкви обозначать как армянские не смешно ли было бы смешно удинский армянский и непонятное вот это строение обозначать как армянское наследие хотя впрочем итальянцы можно сказать не думая по неволе разрушили уже заведомо разрушили данную ложь показывая то во что армянство превращало карабах но не будем останавливаться на этом и давайте постепенно все таки переходить к международному сегменту нашего с вами разговора и переходим к первому моменту похоронить прошлое что Индия и Пакистан идут на мировую сейчас некоторые скажут Камерон а при чем здесь этот пускай даже важный для мира момент в международных событиях я бы сказал в международной даже истории учитывая то сколько лет продолжается данный кровавейший конфликт между двумя странами ответ крайне простой для того чтобы осознать мощь силу влияния того союза о котором я неоднократно говорил и буду говорить России и Индии можно проследить не только на Карабахе на Сирии на Ливии и так далее но в частности на что касается данного конфликта между Индией и Пакистаном ведь согласитесь для того чтобы урегулировать данный ужасающий весь мир конфликт это не могло не произойти это не могло произойти вернее без участия России и Турции для того чтобы разрешить конфликт давайте приведу некоторые примеры Индия вернее некоторые факты Индия теснейшим образом связаны с Россией и закупками С-400 которые она кстати осуществляла даже до Турции и множествами других незримых нитей то же самое только в другую сторону можно сказать о Пакистане Пакистан теснейшим образом связан с Турцией сближение уже России и Турции проявляется на сближениях их союзников в частности Индии от России и Пакистана от Турции не так ли? потому что ну не могли эти страны просто так помириться слишком много крови слишком много человеческих жизней положили оба эти государства то же самое касается Азербайджана и Армении где Азербайджан представляет Турция Армению Россия очень бы хотелось бы верить что все эти конфликты наконец-то найдут свое разрешение в связке России и Турции но давайте пойдемте еще чуть дальше Турция и Саудия создает победоносную армию мусульман США и Израиль будут ее ломать я сейчас не буду включать этот ролик потому что в общем-то в самом названии все сказано но здесь я хочу поправить Израиль сближается с Турцией через Турцию он сближается с Россией ни Россия ни Турция не собирается воевать с Израилем это крайне важно понять в связи с этим Турция как раз таки используя свои возможности будет стараться усадить за общий стол Саудовскую Аравию и Израиль кстати интересная вещь Саудовскую Аравию некоторые считают врагом Израиля но что касается Саудовской Аравии Саудовская Аравия является и врагом Ирана хотя при этом Израиль и Иран не меньшие враги если не большие Интересная получается картинка и кстати Турция и Россия вместе могут решить и этот трехугольник тем самым полностью убрав какие-либо шансы у США влиять на данный регион если я не прав пожалуйста вы можете поправить меня в форме комментариев мы же продолжим интересный момент о котором я уже говорил как-то вскользь в одном из своих роликов заключается в том что Россия сейчас посылает Мишустина не куда-нибудь а в Грецию интересный момент когда она посылает когда в Турции запускается атомная электростанция это тоже совпадение или Россия с Турцией вернее Турция через Россию решила примкнуть к Союзу и Грецию решив их конфликт закулисно решив опять таки без вопросов к США думаю что и в этом что-то есть началось время за закулисной дипломатии и это лучше чем дипломатия на поле боя не так ли то есть даже прошло на мой взгляд в скором времени пройдет тот момент когда политику пытались ввести с помощью санкций это не помогает и весь мир это уже понял странные наоборот против которых направляются санкции начинают укрепляться они начинают поворачиваться к тем кто их не продал и не предал тем самым повышая свою жизнеспособность и свою экономику даже поэтому человечество возвращается к тем великим временам когда политику решали за чашкой чая как ваш слуга любил говорить это намного лучше не так ли ну а мы продолжим перейдя к следующей статье постепенно продвигаясь к концу данного видео знаете когда мы когда ваш слуга говорил о Греции о визите Мишустина в Грецию произошло странное совпадение хотя я не могу назвать что это совпадение здесь скорее всего нечто большее через два дня после визита Мишустина в Грецию турецкие спецслужбы ликвидировали самого крупного террориста из ПКК который был теснейшим оказывается образом связан с Грецией так как он тренировался в лагерях ПКК Лаврион на территории Греции это просто совпадение а может быть это шаг доброй воли в сторону Турции от греческих спецслужб через Россию не не знаю но согласитесь что то в этом есть мы же продолжим говоря в ближнем востоке продолжая тему ближнего востока россии турции ирана израиля стоит также посмотреть и на Китай Китай собирается сделать большое можно сказать турне по странам ближнего востока почему меня заинтересовал этот момент потому что Китай влазя в данный регион не может не осознавать что влезть в данный регион без определенного обращения к России к Турции к Израилю к Ирану невозможно а для того чтобы данное влияние Китая было постоянным ему необходимо влиться в этот некий я бы сказал особый бы клуб особых стран в эту засекреченную я бы даже бы сравнил бы его с орденом вполне возможно потому что сам Китай туда влезть полностью не сможет там другие кураторы которые смогли вытеснить с этой территории даже уже можно сказать вытеснили США рискнет ли Китай в наглую лезть в этот регион не думаю то есть Китай вольется в тот самый союз о котором я говорил но давайте пойдемте еще чуть дальше говоря о сша говоря о сша сша и ближнем востоке знаете ведь когда мы говорим об ужасающих событиях тире действиях сша на ближнем востоке некоторые забывают о том что сша планировал сделать даже более ужасное преступление которое по каким-то причинам не состоялось это сбросить 520 атомных бомб для того чтобы создать альтернативу суэцкому каналу вы можете себе представить к чему это бы привело но приблизительно пятьсот двадцать атомных бомб я подчеркиваю собирались они это сделать в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году по территории израиля это кстати ответ тем кто говорит что из сша всегда поддерживает интересы израиля и что все в америке поддерживают интересы израиля второй пример для того чтобы закрыть тему об отношении сша к израилю о таких уж близких отношениях а когда сша создавали и гилл и аль кайду они думали об израиле а ведь эти организации могли ударить и туда вполне думаю что им было неинтересно судьба израиля когда на карту ставится интересы самих сша так так мое мнение как это было в частности в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году тем более давайте с вами освежим такой момент чтобы до конца понять картинку взаимоотношений сша и израиля а где до конца своих дней прожили многие нацистские преступники в тех же самых сша это так об отношениях сша как государственные машины еврейскому народу несмотря на всю силу израильского лобби в сша есть некие интересы сша которые даже при всей силе лоббизма евреев они не не могут изменить в этой стране интересно если кто-то захочет это опровергнуть пожалуйста попробуйте ну а мы продолжим и вот здесь я хочу ответить одному блогеру которого раньше я уважал сейчас же у меня возникают многочисленные к нему вопросы это так называемый абзац тв значит он задается вопросом почему россия помогает турции тем более во многом за свой счет я отвечу я отвечу крайне легко может ли россия закрепиться на ближнем востоке без турции нет это первое второе нужны ли россии проблемы на ближнем востоке с турцией по столкновению допустим в той же самой сирии нет может ли россия уйти с ближнего востока тоже нет потому что там эти земли действительно крайне богатые крайне важны это и всевозможные водяные протоки можно сказать которые важно контролировать или иметь к ним отношения это громадные залежи нефти и газа а ведь для россии важно контролировать их учитывая что в россии в самой добывается эти богатства то есть уйти тоже не может сталкиваться с турцией тоже не может для этого ей нужно консолидироваться с турцией для своего же будущего не так ли второй момент не менее важный а кто из всемирных крупных государств первым поддержал россию когда произошли столкновения между путиным и байденом турция 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 а куда массово сейчас едут россияне даже на заработки турция но простите для того чтобы турция полностью ушла из на то что крайне важно для россии для этого нужно что-то дать никто не захочет соперничать тире сталкиваться лбами с сша без определенных вливаний сша это сша это делала но если россия хочет оттянуть турцию от сша она тоже должна что-то давать или я не прав пускай даже у сша и у россии и турции один и тот же враг но этого мало иметь общего врага нужно что-то еще и дать учитывая что у турции больш больш достаточно большой вес чтобы клевать тульки из-за того что у них общий враг с россией надеюсь я ответил данному журналисту блогеру не знаю как его осветить лучше ну и последнее это видеоролик который я включать тоже не буду чтобы не превращать свое видео в бесконечное я просто хочу чтобы вы ознакомились со спектаклем который был поставлен как ни странно в россии об ужасающей судьбе убыхов кому принадлежало практически весь юг россии этот которые являлись автохтонами тех земель на которые сейчас претендуют армяне кстати посмотрите это видео я поставлю пожалуй лайк видео очень тяжелое хотя и короткое я с вами на этом попрощаюсь сегодня сегодня еще будут видео на моем канале всем до свидания всем пока всегда ваш сейдов кемран до свидания сейдет что вроде это но это очень 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 Продолжение следует...